Перед выступлением и во время самой речи Юлия Навальная заметно нервничала. Она не привыкла говорить перед большой аудиторией. Она призналась евродепутатам, что Страсбург, где находится Европарламент, один из любимых ее и Алексея Городов. Им нравилось здесь бывать. Но теперь мой муж мертв, а я вернулась в Страсбург. Но я больше не могу гулять здесь со своей семьей. Я стою здесь и обращаюсь к вам и в вашем лице ко всей Европе. Юлия Навальная рассказала, что похороны Алексея состоятся 1 марта. При этом она сообщила, что не уверена, будет ли погребение мирным, или власти начнут арестовывать тех, кто придет попрощаться с Навальным. Главным же посылом к европарламентариям были слова Юлии Навальной о том, как европейцы могут и должны бороться с Владимиром Путиным. Вдова политика высказывалась предельно жестко. Невозможно сделать Путину больно еще одной резолюцией или еще одним пакетом санкций, которые ничем не отличаются от предыдущих. Невозможно победить его, думая о нем как о человеке, с моралью, с правилами. Он не такой, и Алексей это давно понял. Вы имеете дело не с политиком, а с кровавым гангстером. Путин – главарь организованной преступной группировки. И по мнению Юлии Навальной, необходимо отказаться от традиционных методов. Вам и нам всем надо бороться с криминальной группировкой. И политическая инновация заключается в том, что надо использовать те методы, которые применяются для борьбы с организованной преступностью, а не для политической конкуренции. Не дипломатические ноты, а расследование финансовых схем. Не выражение озабоченности, а поиск пособников мафии в ваших странах. И в этой связи Юлия призвала парламентариев работать совместно с россиянами. В этой борьбе у вас есть надежные союзники. Это десятки миллионов россиян, которые против Путина, против того зла, что он несет. Вы не должны преследовать их. Наоборот, вы должны работать совместно с ними. Совместно с нами. Путин должен ответить за то, что он сделал с моей страной. Путин должен ответить за то, что он сделал с соседней, мирной страной. Путин должен ответить за все, что он сделал с Алексеем. Мой муж не увидит, как будет выглядеть прекрасная Россия будущего. Но ее должны увидеть мы. И я приложу все свои силы, чтобы осуществить его мечту, чтобы зло отступило, а прекрасное будущее пришло. Спасибо. Это был не первый раз, когда близкие Алексея Навального выступали в пленарном зале Европарламента. В 2021 году российский оппозиционер был удостоен премии имени Сахарова за свободу мысли. 15 декабря 2021 года ее вручили дочери Алексея Навального Дарья. Сам оппозиционер тогда уже несколько месяцев находился в заключении в России.